Всем привет! В студии столицы Нижний Антон Муштанов, вице-чемпион Арнольд Классик и абсолютный чемпион России. Приветствую! Приветствую! Мой первый вопрос. Антон, вот ты вернулся сейчас в чемпионат мира по фитнесу. Каковы его результаты для тебя? Я вижу, у тебя кубок стоит. Результатами доволен в целом. Занял итоговое пятое место. Это в личном зачете. Впервые моя категория была представлена большим количеством участников. В общей сложности у нас на сцене стояло 16. Заявилось 18. На сцену вышло 16. Такого, конечно, еще никогда не было. И это очень приятно, что есть конкуренция. Общекомандное место сборная России заняла первое из 54 стран. То есть при такой атомной конкуренции это действительно очень круто было. Мы были просто безумно счастливы. У меня вопрос. Чего не хватило, чтобы попасть уже в тройку непосредственно? Ну, по мнению, судя, видимо, чего-то не хватило. Будем работать дальше. Может быть, еще надо немножко в очереди постоять. Да, такой тоже бывает. Потому что выступаю... Это у меня второй мир. В прошлом году я в Канаду ездил. Там я тоже был пятый. Вот. В этом году тоже пятый. Но уже участников было в два раза больше, чем в прошлом году. Как твоя форма? Как ты ее сам оцениваешь? И как оцениваешь свое выступление? Форма была лучшая в этом сезоне. Лучшая вообще за всю мою жизнь. То есть такой формы я не делал никогда. Я был полностью доволен и полностью уверен в себе. Начиная с чемпионата России, где я занял второе место, заканчивая чемпионатом мира, где я обошел чемпиона России этого года. То есть Александр Абрамов стал чемпионом России. Мы оба поехали на чемпионат мира. Он поехал в команде А, я поехал дублем в команде Б. И дубль обошел. Основной состав. То есть он стал седьмым, я стал пятым. То есть я взял реванш в этом плане. Ты сказал, 54 команды было. 54 страны. Мы первые. Да. То есть в России, можно говорить, существует некий подъем именно фитнеса. Да. Да. Да и сейчас вообще он очень круто развивается. Я думаю, что сейчас на один квадратный километр количество фитнес-клубов открывается больше, чем ресторанов. То есть люди уже созрели к тому, чтобы выглядеть хорошо, правильно питаться, вести здоровый образ жизни. То есть это сейчас имеет место быть. Поэтому популяризация фитнеса, она просто на семимильными шагами растет. И это радует. Твои подопечные были на чемпионате мира? К сожалению, нет. Но я думаю, что в ближайшее время все будет иначе. Ты говорил, что кто-то отобрался, в принципе. Да. Кто? У меня из подопечных такая самая титулованная – это Виктория Жмогина. В прошлом году она была в тройке на России. Дважды она была на Кубке третья и на чемпионате страны третья. Могла поехать и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира. Но ввиду как бы финансовых обстоятельств наш вид спорта, к сожалению, полностью не финансируется в плане поездок. Но он уже официально включен в реестр? Да, конечно. То есть он госком спортом признан. Да. То есть там есть звание, мастер спорта, мастер спорта международного класса. Ты и международник уже? Вот, да. В этом году удалось выполнить. Сейчас как раз подаю документы на оформление звания. Супер. Теперь, собственно, о фитнесе. Почему ты выбрал именно этот раздел занятий тяжелоатлетикой? И чем фитнес отличается от бодибилдинга? Фитнес я выбрал из-за того, что это такая достаточно социально привлекательная номинация. Ты круглый год выглядишь хорошо. То есть у тебя нет такого ярко выраженного масса набора, когда ты превращаешься в поросенка, перекатываешься с места на место. И там всего лишь пару месяцев в году выглядишь хорошо. То есть фитнес, он предполагает, что ты круглый год выглядишь хорошо. Это первое. Второе. Бодибилдинг – это такой эталон X-образной фигуры. То есть крупный низ, узкая талия, широкий верх. Фитнес – это V-образная фигура. И как-то народ более позитивно реагирует на данную номинацию, потому что она именно ближе к людям. То есть практически каждый человек может выглядеть таким образом. То есть, например, если бодибилдинг предполагает большое количество времени, потраченное на бесконечный набор мышечной массы, высушивание тела, годочков через пять ты действительно будешь похож на билдера, то фитнес, он в этом плане более лоялен. Поэтому мне это ближе. Это раз. И как вид спорта я выбрал, потому что я выходец из акробатики. И у нас первый раунд предполагает как раз произвольную программу, которая похожа на вольные упражнения в гимнастике. Поэтому здесь в этом плане навыки, полученные в другом виде спорта, экстраполировались на новый вид спорта. Знаешь, что билдеры несколько иронично относятся к фитнесу. Не чувствуется ли это? Ну, наверное, когда-то такое было, потому что… Ну да, в пабликах, во всяких контакте, в фейсбуке пишут. Да, фитнес, он был так, ну, непопулярен. То есть он начал умирать в нашей стране. То сейчас, когда его хотят включить, как бы, эту номинацию фитнес мужской и женский в Олимпийские игры, вот, и сейчас вот с 2015 года произошел его подъем. То есть участников стало больше, вот, ребята стали готовиться, конкуренция становится выше. Вот, поэтому… А билдеры, ребята достаточно массивные. Естественно, все, кто меньше их, они достаточно иронично к этому относятся. Но сейчас, опять же, повторюсь, что мнение меняется, потому что фитнес – это очень сложная номинация, предполагающая сложную произвольную программу при той же сушке, которую проходит билдеры. И при той же подготовке, полагаю. Ну да, естественно. То есть испытываем мы одни и те же ощущения, когда ты сжигаешь жир. Это сложно одинаково, что большую мощную массу сушить, что там небольшую. Мы уже о девушках начали говорить. Как ты относишься к категории фитнес-бикини? Я отношусь к этой категории отлично. Я активно пропагандирую эту категорию, готовлю девушек в этой категории. Насколько это сложно подготовить? Которые достаточно успешно выступают. Вся сложность зависит от того, так сказать, от конкретного подопечного. Насколько она исполнительна, насколько она серьезно подходит к делу. И насколько изначально хорошее сырье, как я это называю. Фитнес-бикини – это изначально правильные пропорции. То есть девушка должна быть изначально сложена правильно, которая хочет выигрывать. Ко мне очень много обращаются девушек, которые хотят подготовиться. Но если я извиняюсь, у девушки талия как холодильник, то она не сможет никогда выигрывать. Она будет просто статисткой, либо она будет стоять в хвосте. Если у девушки хорошие маленькие суставчики, у нее правильные пропорции, и на все это налепить немножко мяса, которое будет оформлено в перспективе, в нечто гармоничное, тогда такая девушка будет выигрывать. То есть здесь изначально нужно делать правильный выбор. То есть чемпионкой может быть не каждый. Это правда. Чем ты сейчас будешь заниматься? У тебя есть понятие межсезонья, или ты дальше будешь готовиться? Межсезонье оно есть, но оно такое, как сказать, условное межсезонье. Я никогда в межсезонье не разжираюсь. Поэтому буду держать кондиции, которые есть, и я думаю, что сейчас просто немножко надо даже голову устаканить. Я вот только приехал. Скорее всего, я буду готовиться на чемпионат Европы, на весенний. Когда он будет? Он будет в начале мая. И на Кубок России, тоже весенний. То есть это твои ближайшие планы? Ближайшие, да. То есть если все срастется, я выступлю весной. Если не срастется, то я гарантированно выступлю следующей осенью. Это будет чемпионат России, следующий чемпионат мира. То есть в 16-м году у меня однозначно будет сезон. Просто сейчас моя задача понять, это весна либо осень. Антон, мы желаем тебе успехов. Спасибо. Ждем тебя еще у нас в эфире. Может быть, девушек кого-нибудь нам пригласишь. Нам будет очень интересно посмотреть. Да, есть кого пригласить. Проговорились. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok